Каждый день на канале Беларусь 4 у эфир выходит познавальная программа «Детское время». Цековые темы, корыстную информацию авторы доносят с допомогой таких же хлопчиков и девчонок, как и сами глядачи. Потому что можно узнать много нового, чего мы не знали. Дорослые сдулили створить такую атмосферу, что юные ведущие с дымки, как працу, не воспринимают. Дети готовы поделиться опытом, как трапить на «Талибачине». Ну, сначала надо прийти, чтобы решили проверить, можно меня на съемке или нет. Просто меня приняли и все. Я смешной. Смотри, для того, чтобы попасть, надо сначала посмотреть, нужен ты на съемке или нет. Есть талант у тебя или нет таланта сниматься. Вот такие я не смешные и серьезные, активные и уравноваженные. А главное – талиновитые. Все имели возможность пройтись по таким знакомым… Талебачиня-креатив 14-й брестской школы – совсем молодое. Алис, поддержка дорослых поступово приходит и уверенность. У своем кабинете директор отказывает на питание в учня. И это – обычная практика. Педагоги дают интервью с задовольнением. Это очень интересно, незабываемо, когда не учитель задает тебе вопросы, а ты задаешь ему вопросы. И интересно посмотреть, как он будет отвечать и вести себя. Современная молодежь очень интересная, поэтому бывают такие вопросы, которые, конечно же, ставят меня в тупик. Перш, чем задать вопросы, в учнях ведомо рихтуются. Творчая группа продумывает темы, пише сценарии, а после – за справу на сдымке. Ауторы, ведущие, операторы. У них уже команда. Нет, не всегда получается снимать с первого дубля, потому что всегда есть свои ошибки, непрессионализм тот же. То есть всегда приходится снимать по несколько раз. Я почувствовала себя в роли ведущего. Интервью очень сложно брать. Времени много тратишь на это. Тексты большие. Ведущим хочется стать ведущим. Сегодня главная тема восьмого саковика. В школе рихтуются все. Идею створить школьное телебачение пропоновали учени. И они огучили тое, про что уже думали у администрации школы. Опекунский совет допомог телевизорам. Значилась камера. Ну, а наставники подтримали. Наша школа работает над инновационным проектом внедрения моделей социальной успешности учащихся. Поэтому быть социально успешным ребенком – это не только хорошо учиться, но также участвовать в различных мероприятиях. И мне очень отрадно, что наши дети пытаются быть успешными. Сегодня все больше жадает их подключиться до процесса. Причем и сирот наставников. Конечно, такая совместная деятельность вызывает у детей гораздо больше доверия к педагогу, чем в ситуации ты ученик и я учитель. Они больше к нам тянутся, они доверяют какие-то секреты. Нам это всегда ценно, приятно. Меркаючи по всем, у телебачения 14-й Брестской школы доброе будущее. Продолжение следует... Продолжение следует...